И пускай у молодых зрителей события Царя Скорпионов могут не вызывать вопросов, есть множество деталей, которые замечают только взрослые во время просмотра этого фильма. В этом ролике вы узнаете именно о них. В то время как большинство товарищей Миттайеса выбирают для себя лошадей, главный герой гораздо больше любит своего верного верблюда. Он утверждает, что это животное умнее лошадей, и, возможно, это действительно так, потому что верблюд всегда оказывался там, где нужно. Даже сквозь рев битвы, свист Миттайеса достигает ушей его верблюда. Когда мы становимся свидетелями этого явления в третий раз, начинают возникать сомнения в правдоподобности происходящего. У верблюдов может быть и хороший слух, и, конечно, Миттайес это понимает, когда заявляет, что эти животные умнее лошадей. Но даже в этом случае фильм выводит их способности за все пределы. Ближе к концу фильма становится понятно, что все дело не в умном попутчике, а в ленивом написании сценария. Крутость – важная часть жанра боевиков, но Царь Скорпионов доводит ее до крайности. Взять, к примеру, появление Кассандры. Увидев Миттайеса, она тут же поддается его чарам. Это Дуэйн Скала Джонсон, так что да, как бы все понятно. Но давайте ослабим накал страстей. И мы действительно не уверены, почему Кассандре нужно оседлать Миттайеса, чтобы исцелить его. Как только Миттайес натыкается на горе Мемнона, и его окружает целая армия наложниц, зрителям остается только закатывать глаза. Подростки будут просто очарованы этими кадрами, но взрослые зададутся вопросом, почему каждая женщина в древнем Египте столь похожа на модель из Лос-Анджелеса? Очевидно, отсутствие воды в пустыне творит чудеса с фигурой. Крутость также проявляется в некоторых из самых нелепых боевых сцен фильма. Каким-то образом Миттайес превращается в ниндзя в случайной пещере и последовательно убивает группу солдат. Возможность увидеть то, что ждет тебя в будущем, была бы великолепным оружием для военно-начальника. И в этом и заключается причина доминирования Мемнона над его противниками. Кассандра, могущественная прорицательница, способна предсказать исход сражений. Из-за этого Мемнон держит ее рядом с собой на протяжении всех своих завоеваний. Кажется, что она действительно обладала указанными способностями, и мы видим, как они реализуются. Однако, что касается их использования, то с этим у нее явно возникают проблемы. Каждый раз, когда Мемнон обращается к ней, чтобы узнать о том, что ждет в будущем, она отправляется в чертоги разума, чтобы прийти к односложному ответу – либо хорошо, либо плохо. И никаких подробностей. Какая великолепная магия! Предсказательница, похоже, не может правильно читать свои видения, делая некоторые из ее предсказаний, например, относительно кончины Мэттайеса, совершенно неверными. Стрела в спине не замедляет его стремление к мести, в чем зритель может убедиться, когда герой вырывает стрелу из своих мощных мускулов и использует ее, чтобы запустить своего врага в гигантский огненный шар. Где это было в своем видении, Кассандра? Ее способности могут быть впечатляющими, но поскольку она не способна понимать свои видения в деталях, они становятся абсолютно бесполезны, ровно как и безвредны. После пугающего вступления, объясняющего силу Мемнона, повествование переходит к собранию вождей племен, спорящих о том, как лучше всего справиться с тираном. После того, как король Бальтазар развлек зрителей, продемонстрировав свое доминирование над сопливым мальчишкой, на сцену выходит Метайес. Объясняется, что он был нанят, чтобы убить прорицателя при дворе Мемнона, чтобы его можно было победить в битве. С этого момента любой взрослый, знающий о линейной прогрессии времени, увидит, как разрушается структура истории. Убийство идет не по плану, и Метайес вынужден смотреть, как Мемнон убивает его брата. Несомненно, причины мести теперь ясны – в остальной части фильма Метайес изо всех сил пытается убить человека, ради убийства которого он и так был нанят, но теперь к этому примешивается еще и злость. Собственно, в этом и заключается весь сюжет фильма в двух словах. Этот слабый сюжет оставляет очень много возможностей для введения в фильм фехтования на мечах, кожаных одежд и орды злодеев, которых нужно убить, что, собственно, и делает эта картина, по большому счету. События Царя Скорпионов происходят в 3077 году до н.э. Очевидно, что действие также разворачивается в фантастической версии нашего мира, поэтому мы можем простить большую часть его причудливых аспектов. Однако бывает трудно обойти огромные исторические неточности, когда они начинают накапливаться. Первая сцена Царя Скорпионов показывает незадачливого стражника, в голову которого попадает Сюрикен. Мало того, что эта сцена происходит задолго до создания сюрикенов, так ещё и сюрикен – это японское оружие, происходящее из земель далеко за пределами пустынь Египта. Свобода в использовании оружия на этом не заканчивается, вплоть до того, что Миттайес выстрелил сам собой из катапульты, чтобы сбежать от преследования. Но не стоит беспокоиться о судьбе главного героя – он удобно приземлился на россыпь подушек. Если нужно, иногда можно закрыть глаза на некоторые детали, но когда дело доходит до исторических неточностей, даже самые терпеливые взрослые не смогут вынести такого их количества. С того момента, как мы встречаемся с Мемноном, Деспот показан как могущественный воин. Его представляют зрителям как величайшего фехтовальщика, которого когда-либо видел мир. С учетом того, что это заявление произносится в первые же моменты фильма, мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть его мастерство владения клинком. Наконец, на экранах появляется сцена, в которой Мемнон тренируется со своими стражниками. Мы чувствуем, как нарастает волнение. Вот и все, как нам кажется, он разозлился из-за доставленных ему новостей и обрушит всю свою ярость на этих бедолаг. Это будет круто! А потом ничего не происходит. На самом деле, мы так и не видим момента, когда демонстрируется легендарное фехтование Мемнона. Даже его краткий момент близости победы в финальном противостоянии наступил не из-за его навыков, а потому, что появился случайный стражник и выпустил стрелу в спину Мэттайса. Боевые сцены в Царе Скорпионов очень увлекательны. Вокруг много звенящих мечей, повсюду летают стрелы, наносятся удары и даже разворачиваются рукопашные схватки. Однако есть один впечатляющий эффект, который предназначен исключительно для хороших парней, и это разрушительное воздействие их стрел. Воины врага часто стреляют из луков, и их жертвы падают на землю. Но когда стрелы Мэттайса попадают в цель, их удары заставляют противников делать сальто назад. Это практически верх абсурда. Ладно, пускай мы не эксперты в луках и стрелах, но точно можно сказать, что этот мультяшный эффект уменьшает удовольствие от просмотра фильма у любого взрослого. В древности смерть в юном возрасте была распространенным явлением – болезни опустошали землю и проникали в человеческое тело бесчисленным количеством способов, не останавливая ни современными антибиотиками, ни мерами гигиены. Одним из способов проникновения этих опасных микробов в хрупкое человеческое тело была и остается ротовая полость. Современная стоматология прошла долгий путь к сохранению здоровья наших зубов, но в Царе Скорпионов дело обстоит иначе. На этой древней земле жемчужно-белый цвет зубов сияет так ярко, как будто у каждого акацциа есть потрясающий стоматологический план. Может быть, мы завидуем? Контраст идеально загорелых тел красивых актеров с белоснежными зубами по общему признанию впечатляет? Или, возможно, мы просто замечаем особенно чрезмерную цветокоррекцию? Какой бы ни была причина, совершенно очевидно, что каждый, кто жил в Гаморре в 3077 году до нашей эры, имел невероятно красивую улыбку. Еще до того, как был создан проект Царя Скорпионов, уже был снят фильм Мумия. Безумно успешная картина требовала продолжения, и Голливуд позаботился о том, чтобы зрители получили то, о чем просили. Люди, которые шли на Царя Скорпионов, задавались многими вопросами, главные из которых, как, черт возьми, Скала превратился в гигантского Скорпиона. Те, кто искал интересующие их ответы и ждал развития мифов, были сильно разочарованы, особенно в контексте того, как Метайас стал главным чудовищем. Оказывается, все просто и скучно. Меменон отправил стрелу, которая ранила Метайаса, и отравила его ядом Скорпиона. Позже Кассандра исцеляет его и говорит, что теперь в его жилах течет кровь Скорпиона. В фильме этому уделено совсем мало внимания. Это упущение кажется не столько результатом нехватки экранного времени, сколько, опять-таки, ленивым написанием сценария. В кульминации Царя Скорпионов Метайас противостоит Мемнону. Противники выходят на балкон храма и обмениваются ударами через террасу. Столкновение мечей оборачивается в пользу Мемнона, когда он вытаскивает туз из рукава. Мемнон вонзает свои клинки в ближайшее пламя и поджигает свои мечи. В этот момент взрослый зритель будет искать в своей памяти кадры с этим персонажем, покрывающим свои мечи легко воспламеняющимся веществом, и оказывается, что их не было. Мы не уверены, сколько тепла требуется для создания открытого пламени на металле, но такая температура не может быть достигнута быстрым погружением в открытое пламя во время боя. Это эффектное действие в высшей степени символично для начала 2000-х и обычно вызывает скорее ухмылки, чем на смешке. И пускай поджечь сталь в таких условиях невозможно, мы должны признать, что это выглядит довольно круто. Можно сколько угодно перечислять недостатки фильма Царь Скорпионов, но есть одна вещь, которую нельзя отрицать – в нем снялась начинающая звезда кино. Единственный аспект этого фильма, который спасает его от полного провала – это звездная сила скалы. Однако есть в этой роли кое-что, что кажется неуместным. Вы догадались, что это такое, да? У него волосы в этом фильме. И не просто волосы. У него густые, черные как смоль волосы, спускающиеся по спине. Как только вы обратите на это свое внимание, вы поймете, что он выглядит немного странно. И не только потому, что эти волосы прикреплены к голове скалы. Резкая линия волос парика, которая возвышается над идеально выщипанными бровями, заставляет скалу выглядеть неестественно. В сочетании с тем фактом, что скала уже много лет известен наличием лысины, этот образ сегодня выглядит крайне странно. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!